Календарная зима только наступила, но в Ненецком округе морозная и снежная погода уже больше месяца. В последние дни жители региона столкнулись с неприятностью в виде сильного ветра и метели. О том, какая погода ждет нас в ближайшее время и как со стихией справляются коммунальные службы, расскажет Елизавета Кабанова. Многие жители региона уже достали из своего гардероба самые теплые вещи. А поход на работу или в школу превратился в целое испытание. Помимо давно выпавшего снега и мороза, на этой неделе бушует сильный ветер. И 3 декабря такая погода все еще сохранится. Местами будет небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный и северный силой 7-12 метров в секунду. А на побережье порывы достигнут 17 метров в секунду. Ночью местами порыв ветра может достигнуть 22 метров в секунду. Температура составит минус 17, минус 22. Ночью при прояснениях до минус 27 градусов. А на побережье местами минус 8, минус 13 градусов. По прогнозам синоптиков, ветер будет сохраняться до конца этой недели. Коммунальные службы стараются очищать снег с проезжих частей тротуаров. Уборка ведется в круглосуточном режиме. Но ветер разносит сугробы, тем самым добавляя работу коммунальщикам. Для пешеходов это в первую очередь расчистка тротуаров, расчистка подходов к местам, так скажем, особо значимым. Это детские сады, больницы, социально важные места. Конкретно для автомобилистов тоже максимальная расчистка от снега проезжей части, чтобы это не приглашалось в накаты. Сдвижка снега к бордюрному камню. Зимняя погода вносит свои коррективы не только в работу коммунальных служб, но и в образовательный процесс. Чтобы проверить, нужно ли ребенку идти на учебу, родители могут уточнить информацию на радиостанции «Север-ФМ» на частоте 103,5 в 7 утра 15 минут и в 7 утра 45 минут для первой смены, а также в 11.15 и в 11.45 для второй. На радио России на частоте 101,6 в 7.10 утра и в группе ВКонтакте. В этой же социальной сети информация будет на странице НАО 24. Кроме этого, проактированные дни можно узнать на официальных страницах администрации НАО и Департамента образования, культуры и спорта во всех социальных сетях.